Сегодня Тульская область посетил министр труда и социальной защиты России Михаил Топилин. Главная цель поездки и общения с правительством региона – обсудить, как формируется система независимой оценки качества работы государственных и муниципальных организаций социальной сферы. К ней им относятся учреждения здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания. Независимая оценка должна повысить качество и доступность услуг. Но для этого, по мнению федерального министра, необходимо определить четкие критерии самой оценки и ввести публичные рейтинги деятельности учреждений. Существенная роль отводится общественным советам. Еще один важный элемент – доступность информации о деятельности организаций. В Тульской области независимая оценка уже проводится. Текущий рейтинг региона составляет 0,56, что выше среднего показателя по России. Мы сможем в результате работы тех, кто оценивает, мы сможем принять более правильные действия. Когда люди сказали, что вот сделайте вот это, сделайте вот это, вот здесь нам что-то не нравится, здесь это неудобно. Просто нам самим нужно воспринимать это не как проблему, которую нам принесли, а как помощь, которая потом сможет нашу работу улучшить. Максим Топилин, разумеется, не только участвовал в совещании, он посетил несколько учреждений социальной сферы в Туле. София Кириллова сопровождала министра. Первым Максим Топилин посетил кардиодиспансер в городской больнице номер 13. Здесь ему показали, как в центре проверяют работу кардиостимуляторов, а также ознакомили с новыми возможностями для маломобильных пациентов. В ближайшем будущем больницу планируют оснастить специальным подъемником для инвалидов. А пока здесь работает кабинет неотложной помощи. Это возможность для маломобильных пациентов, пациентов, которые плохо перемещаются, получить помощь на одном этаже, не поднимаясь на другие этажи в других отделениях. Следующим пунктом поездки стал социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В прошлом году здесь прошла независимая оценка качества работы. Проводили ее по пяти критериям. Открытость информации об учреждении, время ожидания и комфортность оказания услуг, а также доброжелательность сотрудников и общая удовлетворенность к качествам услуги. Для того, чтобы оценить работу учреждения вот так независимо, мы вместе с экспертами в каждое учреждение, которое определено в этом году для проведения независимой оценки, выезжаем. То есть непосредственно на месте оценивается каждое учреждение. В центре дети с ограниченными возможностями здоровья могут находиться как на дневном стационаре, так и на круглосуточном лечении. Здесь они занимаются лечебной физкультурой, получают массаж, помощь психологов, логопедов и дефектологов. Но главное, врачи корректируют нарушения на ранней стадии, стараясь не допустить инвалидности. Программа ранней помощи очень заинтересовала министра. У нас по данной программе в пилотном проекте 14 уже учреждений, вылечено порядка 250 детей. Максим Топилин предложил включить Тольскую область в пилотную программу по оказанию ранней помощи. В ней подразумевается постоянное взаимодействие органов здравоохранения, образования и социальной защиты для наиболее полной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. София Кириллова, Игорь Щепотьев, Тульская служба новостей.